Звучит музыка Звучит музыка Да-да, друзья, сегодня мы отправляемся опять на побережье Атлантического океана. Сегодня я хочу вам показать еще одно очень красивое место, которое называется никак иначе, как Fresh Water, что переводится как свежая вода. Чистая, бодрящая, свежая. И вот у англичан очень много шуток существует по этому поводу. Они говорят, на острове есть свежая вода, которую невозможно выпить. Что-то типа нашей шутки висит груша, нельзя скушать. И вот вы знаете, я в связи с этим подумала вот о чем. Учим английский язык, и как бы хорошо его не выучил человек приезжий, все равно ему не будет понятны некоторые шутки, и он не знает тех сказок, на которых выросли англичане. Точно так же, как и англичане или кто-то еще не знает наших шуток и наших прибауток. Вот здесь, конечно, уже этого никакое обучение не наверстает. Мы выросли на разных сказках. Так и я вспомнила в связи с этим, когда-то мы с моим мужем английским любили смотреть передачу «Кто хочет стать миллионером». Эта передача, она началась, конечно же, здесь, в Англии, а потом уже она перешла и к нам, в Россию. Так вот, «Кто хочет стать миллионером», как вы знаете, там первые пять вопросов. Они очень легкие, ну, просто их невозможно не знать, если ты родился в этой стране. Что-то типа вопроса «Какой торт любит английская королева?» И все англичане вам тут же ответят, что она любит шоколадный торт. А для нас невозможно ответить на этот вопрос «Сколько бы ты не учил английский язык?» Ну, то есть я хочу опять подчеркнуть, что в каждой избушке свои погремушки. И то, что очень большое отличие и в менталитете, и в привычках, и в нравах. И вообще разная совершенно культура и жизнь, как вы понимаете. Поэтому сегодня я хочу немного побольше рассказать вам, чем отличаются, вот на мой взгляд, англичане от русских. Ну, мало того, конечно, что они в обуви ходят в квартире, допустим, вот это мы все знаем. И то, что они не топят зимой помещение, предпочитают мерзнуть, даже имея деньги, нам этого не понять, например. И то, что англичане никогда не будут собирать ягоды или грибы в лесу, они предпочитают купить их в супермаркете, вот это тоже как-то нам непонятно. Но это именно черта англичан. И то вот, что недавно у меня тут спросили, а делают ли заготовки на зиму англичане? Вот это тоже интересный вопрос, потому что англичане даже не знают, что это такое заготовки на зиму. Я помню, когда я в первый год нашей совместной жизни с моим английским мужем сказала, что тут вот сейчас дешево продается клубника, давай, может быть, я какой-то компот или варенье сварю. Он очень удивился, сказал, а что может случиться? Зачем мы можем пойти и купить это все? Тут это постоянно продается. И как я не пыталась ему втолковать, что вот, например, у нас вот закрывают, маринуют помидоры, огурцы на зиму впрок, он сказал. Так это вы, получается, все время ждете какой-то беды или катастрофы, что у вас закроются все магазины? И как бы я не пыталась ему объяснить, что нет, это вкуснее, и такого ты в магазине не купишь. Он этого не понимал. Поэтому я хочу немножко тоже рассказать и показать, какие разные мы и они. Разные они в смысле кто-то хуже, кто-то лучше. У каждого, как говорится, свои недостатки и у каждого свои достоинства, конечно же. Но просто вот такой взгляд, который, возможно, вам будет интересен. Я говорю всего лишь навсего со своей стороны, то, что я вижу, то, что я знаю. Ну и не только об англичанах я хочу здесь рассказать, но и также о жизни в этой стране и об отношении к людям. Как говорит мне одна знакомая моя, конечно же, русскоговорящая, вот эти англичане, боже, откуда у них столько энергии. Вот и я тоже думаю. Вот, смотрите, приехала женщина вот на этом велике. Она его припарковала здесь. Она чудным образом залезла вот сюда, устроилась здесь. Вот она, пожалуйста. И сидит уже давным-давно, загорает. И вот, вы знаете, забраться сюда еще не так просто. Здесь такие отвесные камни скользкие. А здесь, чтобы спуститься, даже лестницы нет. Ну вот, если только сюда подлезть немножко. И вот, сколько лет этой женщине. По-моему, ей уже где-то около 70, если не больше. Вот она прекрасно себя чувствует, смотрите. На свежем воздухе, на своем транспорте. Ни от кого не зависит. Ну и вот, смотрите, эта женщина, она, вот видите, я немножко не успела вам ее показать. Все, она забрала велосипед, погрузила свои пожитки и поедет сейчас домой. Вот так. Сели и поехали. И еще, я вспомнила, женщина у нас одна. Когда я в робос-клубе с мужем была на всяких вечеринках, она сразу же подошла очень общительная. Я нашла вам даже фото ее у нас на свадьбе. Это 2010 год, и ей здесь 88 лет. Не очень удачная фотография, но, к сожалению, другой у меня не нашлось. Вот она здесь в красном костюме сидит. Очень хорошо выглядит, бесподобная женщина. Мэйч, если говорить коротко ее имя. И вот она сразу же со мной подружилась, сказала, что у нее есть вот такой пляжный домик, и что она хочет меня пригласить, плавать. Она плавает круглый год. Но вот сейчас, к сожалению, у нее болит нога. Вот тазовый сустав, как у нас он называется, шейка бедра, да? Вот он тут и стирается со временем, и люди испытывают страшную боль при ходьбе. И вот научились здесь, в Англии, делать операции очень успешно. Правда, нужно ждать долго. Если вы хотите бесплатно, то там годы и годы ждать. Ну, Маргарет никуда не торопилась. Она ходила с палочкой, когда я ее узнала. Но, тем не менее, она чудесно плавала. Ей было на тот момент, по-моему, 88 или 87, как-то так. Ну, вот, представляете, это было больше 10 лет назад. Так вот, ей в 89 лет сделали операцию. Она дождалась своей очереди. Сделали операцию вот на этом суставе тазобедренном. Вот берутся делать операции людям под 90 лет. Она прекрасно перенесла эту операцию. Я потом, конечно же, ее потеряла. И спустя какое-то время, буквально совсем недавно, я встретила ее в Теско. Она бежала впереди меня по проходу с тележкой. Никакой палочки. Чудесно ходит. И, в общем-то, когда я стала вспоминать, сколько же ей лет, ну, ей порядка 98. Вот как-то так сейчас на данный момент. Выглядит все так же, прекрасно. Чудесная память. И вот, вы знаете, бегает впереди всех остальных. Поэтому недаром мне моя знакомая, кстати, знакомая Оля из Киева родом. Она живет здесь в Англии уже 35 лет. И вот она сказала, что я-то в моем возрасте, а ей еще только 63. И она говорит, что я вся больная, я еле хожу. И на гору взбираться для меня трудно. А вот иногда, говорит, иду, впереди меня идет какая-нибудь бабулька английская, которая 80, она так бежит, что я за ней не успеваю. Вот они как-то у них энергия. Вот энергия где. На самом деле, я удивляюсь. Я продолжаю вам рассказывать и показывать людей из Пробос-клуба. Ну, потому что, вы знаете, я с этими людьми провела бок о бок, как говорится, больше пяти лет жизни. И я их знаю хорошо. Поэтому я, конечно, и вам хочу рассказать именно о том, и о тех, кого я хорошо знаю. И вот я эту фотографию вам уже показывала. Еще раз хочу обратить ваше внимание, как выглядят люди, которым 85 и 90 лет. Вот это именно празднование вот этих юбиляров в Пробос-клубе на очередной вечеринке. Их торжественно поздравляют и вручают подарки, цветы. И специально для этого был организован очередной вечер в Пробос-клубе. И вот посмотрите. Дафна, которая посередке, ей 85 лет в то время исполнилось. А два мужчины. Справа Джон Вэлл, наш знакомый, их очень хороший. А слева Рой. Мужчину зовут. Я не могла вспомнить его имя, но сейчас вспомнила. Так вот, им здесь на фотографии 90 лет. По 90 лет исполнилось. Посмотрите, как чудесно выглядят эти люди. Как они себя вольготно и прекрасно чувствуют. Это просто, понимаете, какая-то другая жизнь. Ну, вспомним хотя бы наших стариков, которым 85, а тем более 90 лет исполнилось. Как обычно выглядят эти старики и какая у них жизнь. Только сидеть на пригорке, на заваленке где-нибудь. Конечно, возможно, тоже есть люди разные. И у нас кто-то выглядит прекрасно в 90 лет и ведет активный образ жизни. Но я не уверена, что таких людей большинство. А здесь это именно так. Вот кто-то мне тоже сказал, зачем вы там в пробас со стариками общались вообще? Все такие там старые. Да нет, вы знаете, в пробас-клубе были и новые люди, которым только-только исполнилось 66 лет, которые вышли на пенсию и, в общем-то, практически молодые, я так считаю. Поэтому мне было интересно очень там общаться с этими людьми. И потом, вы знаете, это такие, как сказать, динозавры, которые еще сохранили какую-то культуру в себе английскую. Вот этот вот именно был клуб джентльменов. Еще одна интересная история, которую я хотела бы вам рассказать. Вот смотрите, на острове Уайт очень много автобусов. Здесь в каждом городе есть своя автобусная станция небольшая, в том числе и в Райде я вам показывала, басс-стейшн и огромные двухэтажные зеленые автобусы, которые постоянно курсируют по всему острову. И мне задают вопрос мои зрители, зачем такие огромные автобусы, если здесь так мало людей, а на острове Уайт действительно мало людей. Здесь всего, на всем острове проживает 145 тысяч. То есть вот если я, например, сравню с тем городом, в котором я родилась в России, город Новочеркасск, в городе Новочеркасске 300 тысяч жителей. Вот, по-моему, как-то так, я помню. Ну, может быть, чуть поменьше. То есть город Новочеркасск в два раза больше жителей имеет, чем этот остров Уайт. И вот во времена СССР в Новочеркасске было много тоже автобусов, больших и карусов. А потом решили, что слишком маленький город, и хватит и маленьких пазиков. И там, по-моему, сократили количество этих линий автобусных. И сейчас вот я знаю, что ходят эти пазики малюсенькие, которых в жару там набивается, не знаю, по 20-30 человек, вот этот малюсенький автобус. И никому дела нет, все считают, что нормально. Вот так вот, как говорится, элементарное сравнение, даже по автобусам, да? А здесь, на острове Уайт, ходят автобусы везде. И каждые 20 минут по всем линиям до 11, с 6 утра и до 11 вечера, они курсируют. По-моему, там маршрутов больше 12. Вы видели, эти автобусы ходят полупустые, огромные, казалось бы, зачем? Двухэтажные пущены сюда. Но если у мэрии хватает денег, и здесь, на острове, проживает очень много богатых людей, меценатов, каких-то банкиров на пенсии. И они спонсируют, и они жертвуют на содержание и автобусов, и вообще всего, что здесь существует и движется на острове. Так что выводы опять делать вам. А я хочу вернуться и показать вам поближе вот этот опять шикарный коттедж, старинный, с соломенной крышей, со старинными такими воротами, каменными. Смотрится грандиозно опять, как в сказке. Здесь тоже именно эта территория вот много имеет этих коттеджей с соломенной крышей. Тотландбей, ярмад и фреш-вода, в которой мы с вами сейчас гуляем. Здесь, на этом западном побережье, на западном краю острова Уайт, здесь в деревушках проживает 4, 5, 6 тысяч жителей. Вот так вот. Здесь очень много ферм, поэтому люди живут зажиточно, неплохо. И обратите внимание, у всех такие добротные, хорошие двухэтажные дома, и у всех стоят автомобили, и не по одному даже припаркованные у дома все имеют автомобиль. Много тут чего ещё я хотела вам рассказать, показать, объяснить, погулять с вами. Вот у нас здесь, видите, уже открылся кабуцел первый после очень долгого этого локдауна. Но, друзья, я думаю, что это всё уже будет в следующем видео. А я бегу на автобус, потому что уже вечер. Надеюсь, что вы все в порядке. Жду вас в своих следующих видео. А сегодня всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok